Четвертый сезон ТВ-арт проекта снова проходит в атмосфере творчества и вдохновения. И на этот раз нас ждет много нового. Это касается и программы интенсива, и состава участников. Ну что, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Вера. Меня зовут Алексия Сомодова, мне 8 лет. Меня зовут Семен, мне 10 лет, я закончил 3 класс. Меня зовут Варик. Меня зовут Маша, мне 10 лет. Меня зовут Алиса, мне 7 лет. Всем привет, я Вика. Здравствуйте, я Полина Васенкова. Наши участники все без исключения увлечены живописью, но при этом каждый из них интересен по-своему. Ходила в Москве в телевизионный кружок, мы там делали всякие сценки, в театральный кружок и в модельный. Занимаюсь английским и рисованием. Занимался раньше плаванием. Играю на синтезаторе и раньше занималась гимнастикой. Раньше ходила на фигурное катание. Я люблю художество, ну и я люблю робототехнику. Я увлекаюсь рисованием и лепкой. Я хожу на балет, еще мне нравится ходить на музыку. Тема первого урока – иллюстрация. Задача участников – соединить фантазию с реальностью. Изобразить кота в кружке – задача непростая. А если этот кот еще и с рыбьим хвостом – это уже за гранью воображения и критического осмысления действительности. Он был на ярко-красном и оранжевом фоне и он был сам голубым. То есть он разный у каждого. У меня был пушистый кот, он был на ярком красном фоне и у него был хвост рыбий. Новый день – новая задача. На этот раз портрет мечтающей девушки. Что это будет за персонаж и о чем эти мечты, каждый участник придумывает сам. Я нарисовала свою маму. Некоторые нарисовали женщину с короткими черными волосами, некоторые – сами себя. Я здесь нарисовал девушку. Моя картина называется «Мечтающая девушка». Она мечтает попасть на Луну и познакомиться с пришельцами. Мечтает с закрытыми глазами, а потом она мечтала и уснула. У нее закрыты глаза, потому что она спит. Логично. Звезды ночью спит. Помимо выражения авторской позиции в работе, юные художники осваивают технику построения лица. Работа с геометрическими фигурами, соблюдение пропорций, сохранение индивидуальности и эмпатия – лишь малая часть того, с чем столкнулись ребята на втором уроке живописи. Лицо должно состоять как бы симметричное и разделено на три части. Полукруг, снизу треугольник мягкий и посередине трапеция. Я выделил более темным цветом кожу. Это получилось как тень. Самое сложное было нарисовать подбородок, коричневую линию выделить, и нарисовать лицо. Очень понравилось. Когда сказали фантазировать, я придумала делать птичку очень необычного цвета. Ну и цветочек тоже необычный. Тут попугай сидит. Если это попугай еще. Сама не знаю. Я старалась, старалась, и получилось вот как. Я думаю, что ее мама поставит на шкафу рядом со своей кроватью. В нашей работе действительно очень много нашего я и какой-то фантазийности. И с учетом того, что каждый ушел немножечко в свою историю, обобщить это прям в единую картину сложно, но я бы назвала это современный экспрессивный реализм. Вот как-то так. Тенденции в мире искусства и моды всегда взаимосвязаны между собой. Картины великих художников часто изображают актуальные наряды той или иной эпохи. Наши художники тоже приняли этого внимания. Кто хотел, мог рисовать длинные, что они ждут примерно до сюда. И еще кто хотел, мог длинный свитер такой рисовать, вот такой вот. Я хочу сделать полосатый желтый свитер, коричневые волосы, ну и какие-то светлые нежные шортики. Я решила вот такие вот модные рваные шорстики сделать. Это сейчас в моде. Я просто решаю, что лучше подходит, что нет. И получается так, что получается красиво и модно. Следующим заданием стало интервью. Если художник раскрывает человека при помощи красок, то интервьюер через четко поставленные вопросы. Уметь не только задавать вопросы, но и грамотно на них отвечать – ценный навык как и для журналиста, так и для художника. В каком городе ты родилась и в каких городах ты была? Я родилась в Челябинске и бывала в очень разных странах и городах. Точное количество я не могу назвать. Какими увлечениями ты занимаешься? Я играю на синтезаторе, люблю решать задачи по математике. Раньше занималась гимнастикой и любила астрономию. Какой твой любимый урок? У меня два любимых урока. Это математика и русский. Есть ли у тебя домашние животные и какие породы? У меня есть одна собака-овчарка. Как ее зовут? Тимур. А ты чем больше любишь рисовать? Акварелью или гуашью? Гуашью. Почему? Потому что так плотнее получается. Почему ты решила пойти в лагерь искусств? Потому что я хочу побольше научиться рисовать. Ну и последний вопрос на сегодня. Какая картина тебе больше всего тут нравится? Мне нравится желтый автобус. Он большой, красивый, такой яркий. Мне очень нравится. Спасибо. Спасибо за внимание. Вы смотрите ТВ-арт. А это телевизионная практика, посвященная теме репортажа. С места событий вещают молодые, нападающие большие надежды журналисты. Сегодня мы введем репортаж из художественной школы. Сейчас перерыв, все участники отдыхают. Мы разговариваем с юными художниками. Какими вы красками сегодня рисовали? Мы рисовали акварелью. А какого вы обычно рисуете? Обычно мы рисуем гуашью. Что в этой работе для тебя было самым сложным? Были уши, рог и грива. Сложно тебе было? Да, но мне помогли и я справилась. Ты как думаешь, они существуют или нет? Сложный вопрос. Думаю, нет же. Почему вы выбрали именно единорог? Я считаю то, что у каждого в жизни есть свой личный единорог. Это какой-то близкий нам человек, который нас вдохновляет, дарит нам радость. И мне захотелось посвятить эту картину своему близкому человеку. Последним заданием для ребят стало участие в пресс-конференции. В качестве главного героя преподаватель Дарья Борисовна. А вы в своей жизни занимались только рисованием или чем-нибудь еще? Варя, спасибо большое за вопрос. Я считаю он очень глубокий и интересный. Я предпочитаю думать, что у каждого из нас есть призвание. И я вижу, что люди, которые рисуют, они рисуют всю свою жизнь. С самого начала и до конца. Я Вика, у меня такой вопрос. Любите ли вы спорт? Мой любимый спорт – это гулять. Сколько лет вы поняли, что вы любите рисовать? Я рисую всю свою жизнь, столько, сколько я себя помню. Как только у меня появился доступ к бумаге и карандашам, я учила рисовать. И рисовала, и изрисовывала все листочки. Рисовали вы когда-нибудь морские пейзажи? Писала морские пейзажи. Но я не люблю писать морские. Я вообще пейзажи писать не люблю. Четвертый сезон «Каникул в стиле ТВ-арт» подошел к концу. Впереди новая группа, новые задачи и новый, более высокий уровень творчества и профессионализма.